Итак, кто-то ждет ее с нетерпением, а кто-то боится. В воскресенье в городе и области снова была сильная гроза. Сильный порывистый ветер и дождь не прошли для нижегородцев без последствий. А на следующий день в интернете стали появляться фотографии молнии. В результате стихии несколько тысяч жителей Нижегородской области остались без электричества. Сильнее всего пострадали Балахнинский, Семеновский и Экстовский районы области. Сильнейший ураган пронесся и по Сарову. Там даже зафиксировали смерч. Последствия грозы сразу же стали появляться в виде записи с телефонов саровчан в социальных сетях. Также фото и видеоматериалы урагана и его последствий преуспели и нижегородцы. Многие из своих квартир делали снимки молний, а кто-то даже зафиксировал происходящее на камеру автомобильного видеорегистратора. По словам синоптиков, установившаяся в регионе погода аномальна, и в ближайшую неделю ждать изменений не стоит. По-прежнему жарко. Аномальная жара, при которой среднесуточная температура воздуха будет превышать обычные значения, как и в воскресенье, на 7 и более градусов, на 7 и 11 градусов. То есть днем столбики термометров будут уверенно достигать отметки плюс 30 градусов, на солнце на 1-3 градуса выше, ночной фон около плюс 20, без гроз и дождей не обойдется. Также к нижегородцам обращаются сотрудники МЧС с просьбой соблюдать правила поведения во время грозы. Не забывайте выключать мобильные телефоны, отходите подальше от водоемов и держитесь в стороне от металлических предметов. Ведь в городе уже есть пример жертвы молнии. Две недели назад на сортировочном озере молния убила мужчину, который в тот момент общался по мобильному телефону.